Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как готовятся юные спортсмены, где можно поиграть в хоккей и приобрести физическую закалку? Какие возможности есть в городе для того, чтобы дети и подростки бесплатно занимались спортом? Мы об этом говорим сегодня. И в нашей студии, исполняющей обязанности, заместитель и руководитель Департамента физической культуры и спорта Самары Галина Зайцева. Здравствуйте, Галина Олеговна! Здравствуйте! Пока здоровалась, подумала, как же хорошо, что у нас есть зимние виды спорта, летние, как нам повезло России и Самаре в том числе. И хотела бы начать с такого традиционного, наверное, очень мощного главного события, которое происходит из года в год. Это золотая шайба. Это турнир или как это правильно называется? Ну да, это вообще всероссийский турнир. Он всероссийский. Он проходит в трех этапах. То есть первый этап – это городской этап, второй – это областной этап. И, естественно, командный победитель выходит на третий всероссийский этап. В этом году он когда будет проводиться? В этом году мы планируем проведение с 10 января, после школьных каникул, потому что традиционно все-таки каникулы есть каникулы, и ребятки, бабушки, дедушки забирают своих внуков. Поэтому мы решили, что с 10 января, я так думаю, что и погодные условия нам позволят провести этот турнир. А сейчас время подачи заявок или они уже собраны? Вообще кто участники? Какого возраста команда? Кто претендует? Ну, традиционно у нас турнир проводится по трем возрастным группам. Это самая младшая возрастная группа – это 2006-2007 год рождения, средняя группа – 2004-2005 год рождения и старшая группа – 2002-2003 год рождения. Ну, естественно, юноша, пока девушки у нас, к сожалению. Команды комплектуются из дворовых, то есть это дети, которые по вечерам на школьных участках играют в хоккей, приобщаются. У нас есть тренеры по месту жительства, которые собирают данные команды и выставляют в турнире. Вот у нас из года в год идет тенденция к росту команд. Если, например, в 2013 году у нас было всего-навсего 8 команд, в 2014 уже 15, в 2015 – 22, в прошлом году мы 25 команд, и мы считали, что какие молодцы рекорды уже много желающих, то в этом году, вот пока предварительно у нас этап идет 28 команд. А место проведения, где все это проходит? У нас определены 5 площадок. Старались сделать так, чтобы в каждом районе, ну, приблизительно в каждом районе, чтобы и было проще добираться детям, то есть сделали это площадки. У нас традиционно в Красногринском районе, на нашем стадионе «Чайка», это подведомственное учреждение именно департамента, у нас две ледовые площадки там подготовлены, ну и, естественно, на всех двух будет принимать участие. Также школа номер 58, это Лукачева, 17, школа номер 37, это адрес Тухачевского, 24, школа 74, это на 116-м километрах, как раз в Куйбышском районе, на фасадной, 19, и школа номер 10, это улица Селина. Ну, вся эта информация будет потом появляться, наверное, где-то на сайте. Да, сегодня у нас последний день подачи в областную федерацию хоккей, последний день сегодня подачи заявок. После этого главная судейская коллегия будет делать регламент проведения, календарь игр составит. Естественно, весь календарь будет на нашем сайте, именно департамент размещен. Информация будет передана во все внутригородские администрации районов, чтобы жители могли владеть информацией. Ну, естественно, прийти поболеть за своих воспитаний у детей. Да, что важно. Да, конечно. А вот что касается экипировки, оборудования, обмундирования, даже не знаю, как все это правильно по-спортивному называется, они укомплектованы уже всем этим командой? Это вот на их, вот, они сами отвечают за все это? Или город как-то помогает? Ну, будем так говорить, что вся экипировка была закуплена в рамках городской программы. У нас не первый год, и мы из года в год постепенно по одному, два, три, пять комплектов покупали. Так как полномочия сейчас с 16-го года переданы именно тренерам по месту жительства, вот, переданы внутригородские районы, да, то, естественно, и всю экипировку по всем командам мы передали в районы. И еще такой вопрос, вот награды будут за победу, потому что тоже, вот, это же столько сил в соревнованиях. Ну, естественно, как же, любой турнир, есть победители, есть призеры, ну, есть кому, куда стремиться, да, посмотреть. Конечно, в рамках бюджета нашего департамента запланированы кубки, медали, грамоты победителям и призерам данных соревнований. И вот еще, чтобы не волновались родители, медицинская, как специалисты, судей, вот это все. Ну, судейская бригада у нас квалифицирована, то есть у нас есть договоренность с областной федерацией, хоккей они предоставляют суде. Естественно, любое мероприятие не может проходить без медицинского обеспечения. Скорая помощь однозначно у нас присутствует на всех мероприятиях. Да, потому что соревнования это все-таки соревнования. Особенно зимний, да, все-таки лед, коньки здесь как бы это. И уровень, конечно, команд немножко разный, да, кто-то, например, впервые принимает участие, дети, кто-то уже, у нас есть фавориты, которые уже и на всероссийские соревнования у нас ездили. Ну, вот команд становится больше, это самый главный показатель. Да, участие, как говорится, главное не победа, а участие-то тоже. Наша задача, как можно больше охватить детей, вот, особенно у них будет возможность и подготовиться. Вот, декабрь, уж погода нам позволяет, вот, катки уже в полном ходом заливки идут, и поэтому уже тренировочный процесс начался, все готовятся к соревнованиям. Да, а что касается катков, тоже уже, кажется, подошло время заливать, готовить. Вот на какой стадии сегодня все это происходит в городе? И вот если так составить карту, насколько Самара охвачена этими катками, в каких районах их больше, меньше? Да, зимний период уже начался, у нас зимний период еще в октябре начался, то есть когда мы первый раз провели в департаменте совещание замом глав внутригородских администраций, то есть где была четко поставлена задача начать уже работу по подбору тех территорий, где будут размещаться данные катки, вот, тем более в этом году у нас стоит задача, что как можно создать комфортные условия, то есть чтобы было и освещение, и музыкальное сопровождение. Понятно, что теплых раздевалок мы фактически по мере возможности, да, можем только установить, но вот чтобы людям было комфортно, чтобы они приходили, лед был готов, почищен, вот. Естественно, что департамент спорта в этом вопросе очень тесно контактирует с департаментом образования, с администрациями внутригородских районах, и составляет у нас был составлен общий план, взаимодействия, общий план работы, вот. На сегодняшний момент на территории городского округа, вот именно на пятницу, грубо говоря, может быть, сейчас еще с понедельника у нас еще появятся заявки, но на пятницу у нас было в городском округе запланировано к заливке 113 катков. То есть это охватано все районы нашей Самары. А какой механизм? Кто обращается в департамент с инициативой залить каток в том или ином месте? Как дальше развиваются события? Потому что это тоже кто-то, может, первый раз будет этим заниматься. Да, вообще-то у нас департамент осуществляет контрольную функцию, да. То есть мы аккумулируем всю информацию, которая приходит от внутригородских администраций. То есть в основном эта задача легла на плечи внутригородских администраций. Они собирают заявки со своих общеобразовательных учреждений, находящихся в районе, с объектов спорта, то есть стадионы. Также частные у нас есть желающие. То есть есть инициативная группа жителей, которые хотят, вот если у них во дворе стоит хоккей-накалда, да, они говорят, мы хотим, чтобы здесь заливать. Естественно, заявки все поступают в департамент. Мы делаем сводную карту. Если брать вот в разрезе по администрациям, то есть по районам, то, например, в железнодорожном районе у нас 9 катков, в Кировском большой район у нас 20 катков, в Красноглинском 13, в Куйбышевском 9, в Ленинском 7, в Октябрьском 14 катков, вот самый большой в промышленном их 28 в этом году, в Самарске у нас самый маленький район, единственное, что у нас один единственный стадион Динамо, вот у нас один каток, ну большой, вот, и в Советском 12 катков. То есть вся информация исходит из администрации и, естественно, из департамента образования, потому что у нас львиная доля, у нас 52 катка расположены на внутридворовых территориях, вот, 38 катков расположены на территории образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 13 катков у нас являются ведомственные, государственные или частные, и 10 это заливаются муниципальными предприятиями, вот, которые не являются образовательными, так как мы ММП-парки, то есть у нас на площади Куйбышева, на набережные, то есть это традиционные места, которые излюблены нашими жителями, которые мы в этом году будем заливать. Да, вот что еще, кроме катков, чтобы представить всю эту картину, как, чем можно заниматься зимой, какими видами спорта, что излюблено, что вы готовите, подготовлено, чем себя занять зимой, тем более каникулы. Каникулы, да, у нас из года в год традиционно проходит в районах декада спорта, вот, именно в зимних каникулах, потому что мы прекрасно понимаем, что не все ребята и дети могут поехать куда-то отдохнуть. Это зима, свежий воздух, я думаю, что погода нам позволит, и все внутригородские администрации в районах проводят мероприятия. И зимний футбол, и лыжные гонки, и веселые даже эстафеты, и старты на снегу, вот. Это в дни зимних каникул. Также, вот, естественно, золотая шайба у нас начнутся соревнования, тоже они будут у нас проходить во всех районах. Естественно, что у нас игр у нас много в день будет, то есть у нас команды друг за другом будут играть, то есть очень интересное зрелище. Естественно, что традиционно из года в год мы проводим зимнюю спартакиаду среди дворовых команд, именно администрации, вот. То есть девять команд у нас, девять районов, мы играем и зимний футбол, и лыжную эстафету проводим, и конькобежный спорт мы проводим, на коньках мы эстафету. То есть очень интересное зрелище, поэтому наши районы сначала проводят у себя соревнования, отбирают лучших детей, вот, и, естественно, потом выставляют на городскую соревнование. Для более любителей лыж и более таких подготовленных, уже традиционно второй год лыжный будет, лыжный марафон, который на лыжной базе «Чайка». Это вот не «Лыжня России». Нет. Это вот не нужно путать, наверное. Да, да. «Лыжня России», в «Лыжня России» принимают участие все желающие. Там есть массовый старт, то есть мы всех, там, и школьники, и взрослого населения, а вот уже на более лыжном марафоне уже более подготовленные, более спортсмены. Вот. Естественно, что «Лыжня России» мы будем всех жителей приглашать, то есть такое массовое мероприятие, когда можешь пообщаться с людьми, в лесу, в такой хорошей трассе, традиционно она хорошая, вот, и все условия будут созданы для того, чтобы провести это мероприятие. Ну, так как у нас есть у нас еще и федерации городские, где у нас традиционно именно соревнования по видам спорта, лыжные, по лыжным гонкам, горно-лыжные, конькобежный спорт у нас проводят соревнования, и по фигурному катанию. То есть у нас как бы зимой жизнь не останавливается спортивно, она идет, и также полным ходом. Да. А вы лично каким-то видом спорта занимались профессионально? Да, да. А какой ваш спорт? Нет, я сама занималась легкоатлетикой. То есть, да, я профессионально занималась, я закончила учиться именно в Волгоградской школе интернат-спортивного профиля, вот, ну и потом судьба связала все спортом, и закончила пединститут, и вот... Все-таки не зимний вид спорта, потому что вы так рассказываете, думаю, ну, наверное, что-то... Нет, все-таки летний вид спорта, но зимний тоже любимый. Да, и хотелось бы еще вот про обслуживание, ведь все это нужно обслуживать, те же коньки. Вот вы курируете, вы сказали, вот что у вас функция у департамента, вы курируете вот эти коньки. Вот что требует заботы, работа? Да, это, конечно, большая работа по заливке. Мы прекрасно понимаем, что у нас погодные условия, особенно, например, в прошлом году, да, нам позволял-то у нас холод, заливали, потом все таяло, вот. В 14-м и в 15-м году у нас в рамках нашего департамента, в рамках программы развития физической культуры спорта у нас были предусмотрены субсидии на заливку катков. То есть любое физическое лицо, то есть горожанин, либо какая-то организация, управляющая компания, могли обратиться за субсидией. То есть мы компенсировали затраты, которые жители тратили. Если, например, в 14-м году мы дали, у нас было 15 субсидий на заливку 30 катков, то есть 30 катков заливали, то есть они приходили, собирали соответствующие документы, общая сумма у нас в субсидии была 1,7 млн. То в прошлом году также у нас обращали за субсидией, вот уже у нас там 28 катков мы. В 16-м году данные средства были переданы уже, переданы в администрации внутригородских районов. То есть теперь уже администрация районов определяет, либо у них будет один подрядчик, кто будет заливать особенно дворовые территории, либо будет субсидий, либо жителям. То есть это уже на откуп самих администраций. Но процесс заливки, естественно, что департамент контролирует, у нас с 1 декабря уже ежепятница по пятницам администрация районов до 10 утра нам присылает всю информацию, фото, то есть у нас уже фотофиксация, то есть своих катков. То есть они залили, показали, почистили, потому что... Это же нужно правильно делать, потому что можно так залить, наверное, что потом одни травмы будут. Да, есть методические рекомендации. Мы в прошлом году рассылали все методические рекомендации, то есть как заливать, как обслуживать каток. Ну, я думаю, что здесь самое главное – желание. Желание будет, желание – все будет. И там уже можно проконсультироваться и понять. А горки? Это вот только местные во дворах сами делают, заливают, и никому ни о чем не сообщают. Захотели – залили, вышли, построили. Ну, вообще-то... Здесь вы ничего не... Да, здесь единственное, что в этом году, как бы сейчас вот на настоящий момент прорабатывается вопрос Департамента культуры, да, об установлении горок на площади Куйбышева. То есть это хорошее. Да, в этом году, может быть, у нас все получится, и из-за еще, ну, средств, возможностей, и горки будут установлены. То есть идея хорошая. Да. Вот, поэтому... Традиционно. Традиционно горки, потому что на площади Куйбышева также каток будет, и прокат, и теплые раздевалки. Но не все же хотят на коньках, кто-то хочет и с горой плататься. Конечно. И не все и хотят, и не все могут даже на коньках, поэтому разнообразие все-таки большое. Если все-таки мы уже время подведения итогов года, вот интересно, как развиваются эти тенденции, потому что вот вы делаете дело, организуете все, но при этом вы популяризируете виды спорта и здоровый образ жизни. Вот какие тенденции? Ну, я думаю, что, во-первых, ну, сейчас итоговый мы отчет готовим. У нас сдача традиционно, там до 31 декабря мы все уже районы с 16 декабря она начинает сдавать аналитическую отчетность по всем. Вот. В прошлом году у нас увеличился процент занимающихся вообще по городу. То есть я думаю, что из года в год он и должен расти, потому что вы посмотрите, что в 16 году, насколько объектов введено в эксплуатацию именно на территории городского округа Самара. В 15 году много. Вот, поэтому площадки строятся. Создаем условия, стараемся создавать условия для жителей, чтобы они приходили, занимались спортом. У нас есть великолепные муниципальные спортивные школы, которые показывают очень хорошие результаты. Вот. И у нас есть именитые спортсмены, которые завоевают именно на муниципальном нашем уровне. Мы подготавливаем хороших спортсменов. И, естественно, что мы тем самым популяризируем и привлекаем население, что приходите к нам. Тем более занятия всех муниципальных школ на бесплатной основе. Да. Вот как раз об этом я хотела поговорить. Был какое-то время такой перекос, что создавалось впечатление, что хочешь чем-то заниматься, нужно платить деньги тем же спортом. Вот сегодня, как картинка, вот насколько возможности широкие действительно у детей и подростков? Нет, возможности сейчас большие, потому что у нас сейчас есть выбор. У нас сейчас есть, да, у нас есть частная организация, которая предоставляет услуги в области спорта, которые, да, за деньги, мы не говорим, но они зарабатывают, они на этом живут. Вот. Есть муниципальные учреждения, вот, на которых, естественно, что все занятия идут на бесплатные. У нас 13 спортивных школ именно Олимпийского резерва в муниципалитете. Плюс у нас еще 8 учреждений дополнительного образования именно спортивной направленности, которые находятся в ведомстве департамента образования. То есть, если брать по 15-му году, то у нас общее число занимающихся именно в спортивных школах, именно, я только беру, только спортивные школы, 19 тысяч человек было. То есть, это хорошее количество. И из них там более 7 тысяч у нас победителей, призеров всероссийских соревнований, различные медали завоевывают. Вы уже несколько раз говорили про департамент образования, понятно, что вы с ним тесно сотрудничаете. А что сегодня в школах происходит с уроками физкультуры? Вот были дискуссии тоже. То уроки прибавляли, то убавляли, то нужно заниматься. Как вы оцениваете? Традиционно в образовании есть программа физической культуры, то есть как предмет. Естественно, что добавился третий час физкультуры, мы считаем, что это замечательно, потому что не всегда хватает, грубо говоря, времени ребенку позаниматься на физкультуре. Очень много в департаменте образования именно при школьных школах находится секция, которая тоже при школе ребенок может, не выходя из школы, то есть отучился, пошел, отзанимался, и никуда, в какой другой район его не надо везти. Да, если ты хочешь заниматься более профессионально, то, конечно, придется родителям отдать ребенка именно в спортивную школу. Ну, база есть, школа, говорится, особенно сейчас вот новую школу, вот если брать, в Кушелеве построили новую школу, ну, уникальная школа, у них есть бассейн, у них есть четыре спортивных зала, у них великолепная футбольная площадки, то есть уже школы, которые вводятся в эксплуатацию, новые школы, они уже полностью укомплектованы именно спортивной инфраструктурой. Поэтому, как бы есть, и вот на Волгаре, в поселке Волгарь, тоже уникальная школа, то есть большие площадки, то есть детям уже они могли выйти во двор, и вот она площадка, вот они пошли и позанимались. Вот опять же, если вернуться к итогам, то, подводя итоги за год, Самара по каким видам спорта лидирует? Кто отличился в этом году из спортсменов, из наших? Ну, у нас... Вот, чтобы представить, потому что вот Самара, это город какого спорта? Вот чем мы можем гордиться, на самом деле? У нас в Самаре есть базовые виды спорта, например, такие, как баскетбол, из игровых там баскетбол, волейбол, футбол. Если брать вот олимпийские игры, которые, да, прошли у нас, ну, мы не говорим про Ладу, да, гонбольная, все-таки она тольяттинская, да, самый высший результат. У нас в этом году были участники Олимпиады, то есть участники, да, и подзюдо у нас, и даже воспитанники нашей с дешор номер 11 ездили на Олимпиаду, выступали. Да, может быть, пока не завоевали медали, но участие уже было. У нас очень сильные и пловцы, к сожалению, у нас воспитанник с дешор номер 8, Кудашев Александр, ну, в последний момент как бы не прошел сборную, он номером один шел сборную. Но он продолжает, он еще все они молодые, я думаю, что на следующую Олимпиаду они все попадут. У нас есть пара олимпийцев, хорошие ребята, которые выступают, вот, сурдо-олимпийцы, вот, у нас воспитанники с дешор номер 9, у нас вот только что недавно приехали с европейских соревнований, хотя они в призерах не были, но четвертое место на Европе, и четыре воспитанника школы, они в состав сборной России входили. То есть, ну, результаты. У нас сильные фехтовальщики, хотя, если кто смотрел Олимпиаду, кто-то знает, да, фехтование у нас один из немногих видов спорта, которые очень удачно выступили. У нас хорошая школа фехтования, именно, и в Самаре, у нас есть и конкуренция очень хорошая, вот, поэтому много видов, у нас еще самое главное разнообразие видов, то есть, по желанию можешь любой вид спорта. Хочешь игровые, пожалуйста, хочешь единоборство, пожалуйста, ну, и, естественно, хочешь зимними видами спорта, и фигурное катание тоже развивается, да. Да, ну, если заглянуть немного вперед, очень много сегодня говорят о будущей Олимпиаде, чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018-м. Думаю, что ваш департамент тоже уже начал готовиться. Вот как нам тоже вот эту картину обрисовать, что будет? Вот мы говорим, говорим, а вот представить, что будет в нашем городе твориться, вот пока еще не ясно. Вот у вас какие задачи? Что вы организуете, на чем работаете? Ну, у нас, во-первых, задачи очень большие, потому что, ну, программа подготовка к чемпионату мира, она именно курируется департаментом спорта, и нам получается ответственная задача курировать отрасли все, вот. Есть определенные планы подготовки именно к чемпионату, вот. Ну, а так, если брать, что останется нам, да, то нам останется, ну, именно для горожан, это наследие, которое построится, то есть те же самые стадионы, которые строятся в рамках федерального бюджета, те же самые разминочные базы, которые сейчас и на металлурге, еще две дополнительные базы будут строиться, то оно останется, и мы сможем им пользоваться в последнем, то есть наши дети, которые смогут там же и играть, и заниматься, и принимать участие именно в соревнованиях, вот. Ну, естественно, что у нас, мы видим, как у нас идет изменение в городе, да, и у нас строятся дороги, опять же, это все идет в рамках чемпионата. Все связано, да. Все связано, и транспортная инфраструктура, поэтому, я думаю, что больше плюсов от того, что мы проводим чемпионат на территории именно городского округа Самары. Да. И я еще хотела бы такой вопрос вам задать по здоровому образу жизни. Ну, вот для вас, что вы включаете вот в это понятие? Понятно, наверное, физкультура и спорт будет на первом месте, а дальше еще что? Потому что мы должны все-таки расширять картину, мне кажется, не только вот заниматься. Ну, естественно, да. Одни пришел в секцию, позанимался, сейчас ушел. Здоровый образ жизни, он включает все. То есть это, во-первых, здоровое питание, да, здоровая экология, которая не всегда нам это, вот. Ну, естественно, активность у нас должна быть, именно двигательная активность. Поэтому не просто хорошо питаться, да, но мы должны, значит, все-таки двигаться мы должны. Пускай ты каждый день там пешком пройдешь на работу или с работы. То есть даже вот здесь уже у тебя, если у людей просто нет возможности, например, куда-то ходить в секцию, куда-то ходить на фитнес. У нас сейчас очень хорошие фитнесы, у нас очень сеть фитнесов, очень развита и все различные. Вот. В этом году мы с фитнесами, у нас они создали ассоциацию, и у нас очень тесная работа. И у нас даже выходили на то, чтобы, например, абонемент, ну, понятно, что они все частные у нас, да, вот. Мы выходили с инициативы, чтобы, бывает же, мертвое время, которое, ну, то есть все работают, посещение на льготных условиях предоставляли жителям. Да, многие фитнесы отликнулись на эту нашу просьбу, вот, потому что жители хотят заниматься, но не всегда у нас, к сожалению, хватает денег. А фитнесы, да, им тоже привлекают людей. Они очень активно принимают участие в наших мероприятиях. Вот буквально осенью великолепные на набережные праздники проходили, вот, для всех желающих, и участие совершенно бесплатно. Вот. Поэтому все это зависит от человека. Если он хочет быть здоровым, он будет здоровым. Да. Вот вы сейчас рассказывали, я вспомнила, даже в парках организовывались занятия, социалисты, вот, по фитнесу. В летний период, да. Приходили люди, занимались, и вот. И в летний период мы также выходили, у нас инициативная группа, у нас йога выходила, то есть они хотели, да, мы поддерживали эту инициативу, что они в парках, на набережной. У нас очень много мероприятий, которые вот именно частные структуры обращаются к нам за помощью, то есть посодействуют, да. Мы поддерживаем, им просто надо место, да. Они жители, пожалуйста, на песке, там различные упражнения, все для всех желающих. Поэтому департамент только всегда за. Да, с очень многими вы сотрудничаете, по факту, как получается, с организациями. И еще, вот если вернуться все-таки к зиме, хотелось бы, чтобы вы обрисовали все-таки возможности, еще раз, какие есть и у детей, и у людей постарше для занятий спортом, потому что вот все-таки вот те же шоу, да, телевизионные, они подталкивают людей за ним и вставать на коньки, и также вот что-то мотивируют. Происходят такие процессы не только в нашем городе, а вообще на всероссийском уровне. Ну, естественно, что мы, прежде всего, да, всех призываем выйти, все-таки встать на катки, все-таки это зима. Лыжи, лыжи, пожалуйста, это у нас великолепная лыжная база «Чайка», которая, хотя она находится за городом и принадлежит, можно сказать, Министерству спорта Самарской области, но вход для жителей, пожалуйста, там бесплатно. А горнолыжный тоже, вот у нас там комплекс есть, да? Горнолыжный есть, он у нас, к сожалению, горнолыжный – это частное, вот. Но, несмотря на это, у нас вот на базе нашего центра «Ладья» у нас есть секция для детей именно горнолыжным спортом, у нас даже есть и результаты ребятки, выезжают уже на всероссийские соревнования, вот. Департамент закладывает денежно, но мы арендуем, да, мы гору арендуем для детей, чтобы они могли тренироваться. Сейчас в настоящий момент идут переговоры по поводу передачи училища Олимпийского резерва, у них своя, это было горнолыжное, это передача Мины города. То есть вопрос сейчас прорабатывается. Если все сложится, то будет у нас еще одна возможность именно для горожан уже заниматься на наши это. Ну, естественно, остальные принимать участие мы приглашаем всех в наших мероприятиях спортивных, особенно детей, вот, приходить на все праздники зимние спортивные, ну, и закаливаться. Естественно, у нас клуб Моржей есть, который традиционно уже открыли купание. Вот, поэтому самое главное желание и есть чем всегда заняться. Да, значит, это золотая шайба. Напомните, пожалуйста, дату, когда планируется проведение предварительного. Предварительное с 10 января. Вот, это наш будет уже самарский этап, потому что во всех районах они будут проходить, именно в Самарской области, вот. Вот, и потом победители, у нас уже финал, мы до 10 февраля, в этом, 17-го года, должны провести уже финал областных соревнований. Естественно, победители областных соревнований поедут на всероссийские. В прошлом году у нас ездили, у нас были победители, ездили на всероссийские соревнования. А вот по лыжным соревнованиям городским, там дальше как, это только город? Это только город. Только город, и дальше никуда не идут. А лыжня России, это для всех желающих. Так вот, как раз туда мы всех приглашаем, всех жителей с лыжами. Пожалуйста, приезжайте, заявляйтесь, получайте стартовый номер и традиционно там дистанцию пробегаем. Три таких самых значимых, наверное, мероприятия. И вот еще такой вопрос. Вы сотрудничаете и общаетесь, наверное, со спортсменами из других городов. Вот как Самара выглядит на фоне других городов? Что рассказывают другие спортсмены по возможностям? Хотелось бы тоже понять. Не все выезжают, не все знают. Это вот хорошо у нас. Спорт развивается. Так как мы живем в Самаре, у нас всегда все должно быть хорошо. Нет, ну, как бы у нас звонят из других, конечно, регионов. И информацию... И даже на соревнования приезжают. Естественно, что мы... Да, где-то получат там, например, базу. Но мы не говорим, что у нас вообще ничего. То есть где-то лучше объекты, где-то лучше это. Ну, где-то лучше тренеры, например. У нас, например, тренеры у вас хорошие, то есть результаты могут. Вот. Поэтому вот так, чтобы сравнить где-то лучше, где-то нет. По численности занимающихся, мы не вот стоящих в Самарской области, мы всегда стараемся, чтобы по мере возможности из года в год, чтобы у нас прирост был результат. То есть работа с инвалидами, да, у нас ведется, да, важное направление, да. У нас из года в год мы увеличиваем, стараемся увеличивать. То есть привлекать больше, как можно людей с ограниченными возможностями к занятиям спорта. Вот. Точно так же, как и всех жителей населения. А тренеры-общественники, они только у нас или в других городах тоже? Или это вот наша инициатива? Ну, у нас она с 12-го года, да. И как бы в других, может быть... Ну, у нас город же большой, да. У нас сейчас, например, 114 человек, у нас тренеров-общественников. И многие даже города именно нашей Самарской области приезжают к нам и делятся опытом. То есть как? И многие, я знаю, что стали, например, берут, например, на летний период, только на определенные, на каникулы. Вот. А в других, ну, как это, конечно, новшество, да, мы сделали программу. Это, мне кажется, очень интересная такая инициатива, которая задержалась, да. Не то, что вот занимались немножко и все рассыпалось, а на самом деле... Да, тем более мы сейчас, у нас они, в принципе, работают на преобразовательных учреждениях, вот эти новые площадки, которые в рамках областной программы построены. Вот. Есть, занимался. То есть спустился вниз, вот тебе площадка, вот тебе тренер, вот тебе расписание. В общем, возможности есть. Спасибо большое, Галина Олеговна, что пришли, рассказали все по спорту, особенно по зимнему, чтобы мы представляли свои перспективы и возможности. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!